Удачное знакомство певицы Полины Гагарина и светский фотограф Дмитрий Исхаков познакомились в сентябре 2013 года на фотосессии. Вскоре они начали встречаться, вместе ходить на различные мероприятия, а затем и съехались. В июне 2014 года Дмитрий сделал Полине предложение, выбрав для этого одно из самых романтичных мест в мире – Париж. О дате свадьбы пара ничего не говорила, Гагарина не хотела устраивать большое торжество. 9 сентября 2014 года влюбленные без лишнего шума расписались в Тверском ЗАГСе Москвы. На празднике присутствовали только самые близкие люди, в том числе сын Полины Андрей, рожденный 14 октября 2007 года от первого мужа. Актера Петра Кислова. Дмитрий Исхаков не был женат, но некоторое время встречался с Равшаной Курковой, с которой тоже когда-то познакомился на фотосессии. Полина и Андрей всегда попадали в новости только как образцовая пара. Исхаков гордился тем, что отлично общается с Андреем, называл Гагарину своей музой и поддерживал во всех начинаниях. Он стал генеральным директором ООО Полины Гагарина, которая занимается всем, что связано с ее творческой деятельностью. 26 апреля 2017 года в семье произошло радостное событие, родилась дочь Мия. Полина не афишировала беременность, пока это не стало очевидно. Кроме того, она никогда не показывает лицо малышки в соцсетях, обещая сделать это, когда ей исполнится 10 лет. 9 сентября 2019 года Полина трогательно поздравила мужа с пятой годовщиной свадьбы. Смешишь меня до сих пор, и нам есть о чем поржать и болтать ночами напролет. I love you, very much. С мясной свадьбой тебя. Муж не остался в долгу и выложил у себя в соцсети первое совместное фото с подписью. Мы с Гагарой ходим парой уже пять лет афишали. А так, все шесть. Нам очень повезло друг с другом. Полина неоднократно заявляла, что благодаря чувству юмора мужа их отношения обходят все препятствия. Никакие слухи о проблемах не подтверждались, и казалось, что уж им ничто не может помешать жить вместе долго и счастливо. Что же случилось в этом году? Пандемия коронавируса по-разному влияет на отношения. У одних пар они становятся только крепче, а у других случается кризис. По всей видимости, у Полины и Дмитрия случилось второе. Надо сказать, что Полина Гагарина в это непростое время сохраняет позитивное отношение к жизни. 27 марта певица отметила свое 33-летие и мотивировала своих поклонников на хорошее настроение, справимся вместе. Я вам обещаю. Написала она в инстаграме. Однако в апреле во время прямого эфира она пожаловалась, что муж паникует из-за происходящего, думала, что он сильный мужчина. Но на самом деле мне пришлось постоянно выводить его из состояния паники. В инстаграме из Хакова тем временем начали появляться короткие стихи, которые фоловера сочли намеком на то, что в его жизни не все гладко. 16 мая Полина поделилась желанием вернуться к обычной жизни. Так хочется слышать и видеть вас, хочется, чтобы следующие концерты мы могли быть вместе, чтобы было шумно, громко и весело. Я надеюсь, что скоро так и будет. Но вышло не так, и 18 мая стало известно, что Полина Гагарина все же рассталась с мужем. По информации Супер, еще в апреле Дмитрий Исхаков был уволен с поста генерального директора ООО Полина Гагарина и не стал отрицать, что они разошлись. Близкие к паре источники сообщают, что Дмитрий и Полина уже некоторое время не живут вместе, но процесс развода пока не начат. Возможно, в ближайшем будущем его и не произойдет, чтобы это не сказалось негативно на детях. Учитывая наличие общего ребенка, дочери Мии, разводиться паре придется через суд.